Уже несколько дней подряд одесситы неустанно подвозят к волонтерскому штабу баклажки с водой и пустые емкости. Эту партию питьевой воды для Николаева привезла Юлия. Позавчера узнали, что нужны пустые баклажки, привезли с дома пустые баклажки. И появилась возможность заказать, опять же, от себя лично. У нас 4 человека, почти 2 семьи. Заказали на складе 320 бутылок по 6 литров. Привезли, помогаем как можем. Девушку переполняют эмоции. Она не в силах их сдержать. Она уверена, что спокойствием одесситы должны быть благодарны Николаеву, принявшему на себя основной удар. Чтобы ребята держались. У нас родственников там нет, но благодаря им мы спокойно спим. В первый день из Одессы отправили 25 тысяч литров воды. По словам волонтеров, сначала в Николаев планировали отгрузить лишь один микроавтобус с водой. Но одесситы привезли гораздо больше. Когда я утром в понедельник подошла к центру, здесь просто все было в воде. Мы заблокировали все движение. Я подумала, о господи, бросила все и принялась искать фуры, вывозить это все. Эту страну не победить. Люди просто фантастические. Такая нереальная кооперация всех и сразу. Это просто фантастика. Воду сортируют на техническую и питьевую. Волонтеры благодарны даже за пустую тару. Ведь некоторые предприниматели готовы предоставить воду, для которой и понадобится емкости. Волонтеры работают оперативно. На разгрузку всего несколько минут. Иначе образуется пробка. Подвозят воду, мы ее сортируем и беспрерывно отвозят. Вот вы сейчас свидетель того, что происходит. Пустые тары тоже отвозим. И так беспрерывно происходит. Мы им обязаны и обязаны многим. Поэтому для нас это как бы первосипедная задача – помочь им. Волонтеры просят не приносить большие бочки. Их сложно грузить. Идеальная тара объемом по 5 и 10 литров. Ежедневно здесь собирают около 40 тонн воды. Мы еще одну завантажили. Мы еще одну машину загрузили. И сейчас вот она тоже поехала в Николаев. И вы видите, что здесь еще целая хорошая фура. И люди продолжают нести. Некоторые районы Николаева остались без воды еще 12 апреля. Окупанты подорвали трубу водопровода в Херсонской области. Пока продолжаются сильные атаки врага, починить его невозможно. Люди набирают воду прямо из реки, прямо там из озер. Слава богу, что есть очень много скважин, но все равно этого недостаточно. Нужно очень много и технической воды, и питьевой воды. И мы очень благодарны Одессе, что она помогает с этим. Волонтеры планируют установить в Николаеве пять мобильных очистительных станций. Одна такая может отфильтровать полторы тысячи кубометров воды в сутки. Виктория Синько, Никита Бабенко из Одессы. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.